Мы на конференции ЯК, и, в общем-то, расскажи нам немножко, кто ты и чем ты занимаешься в Яндексе. Меня зовут Роман Иванов, я в Яндексе работаю 10 лет. Завтра, по-моему, наступает 10 лет, как я работаю в Яндексе. Последние три года я продакт-менеджер Яндекс.Браузера. До того я был руководителем отдела коммуникационных сервисов. На самом деле я тоже был продактом, просто тогда еще не называлось это так, поэтому приходилось называться как-то по-другому. Отлично. Слушай, скажи, какие у вас сейчас планы на все это? На все это? Это на что? Ну, на твой Яндекс.Браузер, да? Я так понимаю, вы сейчас Яндекс.Браузером занимаетесь, да? Да, я занимаюсь Яндекс.Браузером, но планы у нас на самом деле довольно большие, но мы, как обычно, не рассказываем конкретно то, что именно мы собираемся сделать. Но что уже более-менее анонсировано? Ну, то, что уже анонсировано, это не планы. Последнее, вот то, что анонсировано, сегодня мы выпустили версию для Линукса, а вчера мы выпустили версию 14.10, в которой две новых вещи. Во-первых, технология Турбо научилась сжимать видео. Если вы оказались в том месте, где плохой интернет, но вам нужно посмотреть ролик, ролики теперь тоже пропускаются через наши сервера и пережимаются в более плохое, очевидно, качество, но зато такое, которое пролезет в этот узкий канал. А во-вторых, выпустили такую, в общем, интересную, но экспериментальную пока штуку, экстеншн, которая называется антишок. Это блокировщик рекламы, который не трогает... Ну, то есть мы понимаем, что весь интернет сегодня существует во многом благодаря... Тот интернет, которым мы пользуемся каждый день, который мы знаем и любим, существует благодаря рекламе. Поэтому вырезать всю рекламу, это означает, ну, просто подрывать экономику всего интернета. Но есть такая реклама, которая, ну, которая по меньшей мере отвратительна. Есть кликандеры, когда вы кликаете на каком-нибудь сайте на ссылку, открывается эта ссылка, а еще открывается отдельный этап с каким-нибудь казино или смс-разводкой или чем-то. Существуют шокирующие баннеры, на которых размещена, там, не знаю, расчлененка или человек в крайней степени ожирения, который этими голыми телесами прямо с баннера трясет поперек экрана. И мы сделали технологии, которые нам позволяют, значит, те рекламные сети, которые в основном такую рекламу крутят, автоматически находить, это не ручная работа, находить и заносить вот в списки блокировки для вот этого экстеншена. Собственно, эти списки, мы выкладываем их в формате совместимым с отблоком, их можно подключить и к отблоку. Но отблок вырезает всю рекламу, а мы вот как бы только плохую. Ага, отлично. Я тут, кстати, видел недавно новость, что на Google подали в суд за то, что они аборты рекламируют. Ну, как рекламируют? Набираешь аборты, и тебе выскакивают прямо в ближайшие поликлиники. И вот, в общем-то, они теперь думают, что с этим делать, потому что вроде как и поликлиники надо рекламировать, а вроде как и аборты. Не, ну тут же все, наверное, просто. В каждой стране есть какие-то законы, которые регулируют, что рекламировать можно, а что нельзя. То, что рекламировать в этой стране по ее законам нельзя, рекламировать нельзя. Есть еще и этический вопрос. И вот тут вот мы как раз куда-то в район антишока вступаем. Но мы все-таки не пытаемся отвечать на этические вопросы. У нас довольно простые правила того, что такое шокирующая реклама и, в общем... То есть Яндекс.Браузер будет отображать правильные запросы и верные... Яндекс.Браузер, антишок, он не включен по умолчанию. Человек должен сам его включить. Мы не пытаемся решать за людей, хотят они видеть даже плохую рекламу или не хотят. Мы можем предлагать. Ну, и если человек не хочет, то он может это выключить. Еще один вопрос. Я видел с тобой ролик, как ты рассказывал про Яндекс.Браузеры. Это на самом деле прекрасный ролик. Ну, и не только про Яндекс.Браузеры, а вообще про браузеры. Будьте что-нибудь сетящее такое подобное? Ну, их вышло уже два и сейчас готовится еще. То есть это некоторая серия роликов, которая рассказывает про эволюцию браузеров. Про то, с чего все начиналось и к чему оно в итоге пришло. К вершине эволюции. Да, это был прекрасный ролик. Слушай, ну и последний вопрос. Что ты посоветуешь тем, кто сейчас тебя смотрит, слушает, в общем-то, молодые наши разработчики фонт-энд и бэк-энд? Я посоветую, ну, учиться, учиться и еще раз учиться. Что же, если человек молодой, ему учиться просто. Я вот уже старенький, мне уже не так просто учиться. Хотя нужно все время учиться, чтобы, ну, быть на переднем крае технологий. Что ж, спасибо тебе большое за прекрасное интервью. Спасибо. Спасибо.